Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Вернулись из Карпат и купили сушеных белых грибочков. Конечно гуцул карпатский, сволочь нас обманул, в чем конечно пахнут они просто божественно. В чем суть обмана? Вообще белые грибы очень дорогие. 100 грамм стоит от 150 до 200 гривен, в зависимости от фракции, от того либо это чистые шляпки, либо шляпки с ножками, либо там за 150 какой-то мусор уже вообще никуда не годный. Но суть в том купили 100 грамм за 170 гривен, это у нас получается 5-6 долларов. А потом оказалось, что 100 грамм это было вот так вот в двухлитровой банке, а потом оказалось, что трехлитровую банку можно было купить за 300 гривен. Поэтому гуцул обманщик. Но грибную юшку по-карпатски или грибную юшку по-гуцульски мы очень любим. И с удовольствием поделимся, дорогие друзья, с вами рецептом очень вкусной, очень классной карпатской или гуцульской грибной юшки. Но вообще-то само слово юшка пришло к нам с севера России. То есть изначально это слово происходит от слова юха или уха. Впоследствии использовалось как основа для супа. То есть основа для супа обычно с картошкой. Далее супы подразделяются, допустим, супы с крупами, они уже начали называться крупники. А впоследствии супы выделились, ну как бы стали все супы с супами, в том числе и грибной суп. Осталось только уха вот в этом понимании и юшка. Ну юшки бывают разные, юшка бывает куриная. Юшка обычно это такой бульонистый суп, не сильно наваристый, не сильно густой. То есть именно как основа. Ну и собственно говоря, да, грибная юшка. На западе Украины, то есть в Карпатах, в Карпатском регионе, в Ивано-Франковском регионе, сметаны. Вот этим вот рецептом она очень-очень вкусная. Реально, ну на мой взгляд, это один из самых вкусных супов, которые вообще можно приготовить. Итак, мы используем сушеные белые грибы. Взяли мы их 60 грамм. За полчаса залили кипяточком. То есть вот взяли два стакана кипятка. Ну он закипел, как бы чайник, естественно, не прямо из чайника. Чайник выключили, чтобы он подостыл не 100 градусов, не 101, а 90 градусов. И залили на полчаса белые грибочки. Они хорошо очень разбухают. Значит, что можно еще делать? Можно делать из смеси грибной, сушеной, в принципе, из любой. Конечно, самый кайф, самый жир, это свежие белые грибы. Но свежие белые грибы стоят еще более безумных денег. Мы когда сами в Карпатах собираем, то, естественно, первое, что делаем, это грибную юшку. Имеем то, что имеем. 60 грамм сушеных грибов. Залили кипяточком, полчаса постояли. Набухли в такую нормальную кучку грибов. Далее, для приготовления юшки нам понадобится немножко вермишели. Вот так вот, ну буквально сколько здесь. Две жменьки. Две картофелины. Взяли вот такие вот три тонюсенькие морковочки. Это у нас калечная такая морковочка. Если у вас есть хорошая морковочка, то достаточно будет одной. Лариса написала три морковочки в рецепте. Одну морковочку. А, ну ты написала. А я писала три. Ну, в общем, в рецепте написано одна морковочка, а у нас вот одна такая калечная, а две такие, да вообще калечные-калечные. Вот такие вот. Ну, в общем, извините, пожалуйста, друзья. Я смотрю на эти морковочки, меня ржач разбирает. Одна луковица нам понадобится. Не помню, говорил про картофанчик, не говорил. Два картофанчика. Столовая ложка муки и 100 грамм сметанки. Естественно, оливковое масло. Без оливкового масла мы никуда. Итак, начнем, приступим к приготовлению. Так, дорогие друзья, первое, что мы сделаем, это делим водичку, в которой мы грибочки замачивали, от самих грибочков. Эту водичку не выливаем. Естественно, грибы перед тем, как замачивать, мы хорошенько промыли, чтобы на них не осталось никакого там гусульского песка или еще каких-то гусульских вещей, которые могли к грибочкам прилипнуть. Водичка у нас пойдет в бульончик. Она очень-очень ароматная, и выливать ее ни в коем случае нельзя. То есть, бульон в любом случае прокипит потом, и даже если там где-то какие-то вы боитесь инфекции, поверьте, никаких инфекций не будет. Нарежем наши грибочки на небольшие куски, где-то размером 2-3 сантиметра. Ну, собственно говоря, размер грибов зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите, чтобы плавали такие нормальные лопухи в юшке, то можно их вовсе не резать. Ну, мы их вот так вот таким образом порежем. Так, друзья, порезали грибочки, разогреем сковородочку и чуть-чуть их обжарим. В это время мы набрали в кастрюльку полтора литра воды. Почему полтора? Потому что будем готовить 2 литра юшки. Ну, там сколько получится уже, конечно, но из 2 литров жидкости. А 2 стакана мы использовали для замачивания грибочков. И эти 2 стакана, если вы помните, мы сохранили. Обжариваем наши грибочки в течение где-то 4-5 минут. То есть их не надо зажаривать, не надо, чтобы они там покрылись какой-то корочкой моей любимой золотистой. Вообще ничего не надо, просто их чуть-чуть обжарить. То есть они как бы особо и вид свой не изменят. Ну, в это время греем кастрюльку, переливаем туда. Видите, какая-то водичка с юшки, темно-темно-коричневая. И там у нас уже наша будущая юшка. Вот так вот аккуратненько Лариса слила. Там еще на дне осталась мелкая труха от грибочков, которая села. Нам она в юшке не поможет. Ужарили наши грибочки. Отправляем их вариться, ну, собственно говоря, в нашу юшку на полчаса. На медленном огне пусть кипит, но не сильно так бурлит, чтобы аж выкипало. А вот средняя степень кипения. Пока варится наша грибная юшка, подготовим остальные ингредиенты. Порежем лучок. Вот Лариса я бы закончил бы лучком, чтобы поплакать в конце. А Лариса начала с лучка. Так, чтобы уже плакать, так плакать. Думаю, будешь. Режем на меленькие кубики, размером где-то 5 мм. Порезали мелко лучок, перемещаем его в мисочку. И следующая наша задача, с которой мы должны успешно справиться, это натереть морковочку на крупную терку. Вот таким вот образом. Порезали морковочку. Тоже перемещали. Ой, потерли. Извиняюсь. Ну, какая разница. Типа потерли, а сказали, что порезали. Потерли морковочку, дорогие друзья. Перемещаем ее тоже в отдельную мисочку. И займемся картофанчиком. Картофанчик нам надо тоже меленько порезать. Причем в грибной юшке, ну, допустим, если в шурпе картошка нужна большим размером, то в грибной юшке она нужна достаточно мелкая. Такие должны у нас получиться кубики размером где-то сантиметр. Меньше. Даже меньше, Лариса говорит. Лариса со мной не соглашается. А режет сантиметр, самое интересное. Меньше. Давай замерим. Я сейчас штангель циркуль китайский принесу. Будем измерять кубики картошки. Презали весь картофанчик. И смотрите, друзья, тут такая штука. Если вы резали его заранее, как мы, ну, потому что мы снимаем рецепт, и по-другому у нас бы не получилось, то помещаем картошечку в водичку, чтобы она не потемнела. Но это не очень хорошо, потому что мы вымоем из нее часть крахмала. Поэтому лучше картошку чистить и резать непосредственно перед тем, как помещать ее в юшку. А помещать ее в юшку мы будем после того, как юшка полчаса проварится. Вот нам еще минут 15 надо подождать. Поэтому, чтобы картошечка не потемнела, мы сделали такую манипуляцию, дорогие друзья. Через полчаса можем добавить мелко нарезанную картошечку в нашу юшку и оставляем еще ее вариться. В это время, дорогие друзья, подготовим зажарочку. На разогретую сковородочку добавляем растительного масла. В нашем случае мы добавляем оливковое масло. И отправляем сюда заранее нарезанный лучочек. Друзья, если бы вы слышали этот запах, который издает наша грибная юшка, хотя вот она еще не совсем готова, но такой невероятный, потрясающий, просто слюнки текут. Запах грибного супа, грибной юшки. Обжариваем лучок до золотистого сыра. Обжариваем лук, и теперь добавляем туда же морковочку. Обжариваем еще около 4 минут. Через 4 минуты перемещаем нашу зажарочку в юшку, которая просто меня с ума сводит своими запахами. Надо приготовить на вечер рюмочку самогончика, потому что юшка бы с хорошего очищенного самогона. Ну, просто, не знаю, это кощунство ее кушать. Также настало время забросить лавровый листик. Две лаврушечки. Закидываем нашу юшечку и оставляем ее вариться. Теперь перейдем к самому ответственному этапу. Это не та крышка. К самому ответственному этапу. Приготовлению мучной зажарки. Для того, чтобы приготовить зажарку из муки и сметаны, нам нужна абсолютно сухая сковородка. На сухую сковородочку помещаем нашу муку и, постоянно помешивая, обжариваем ее до легкого бежевого цвета. Это займет примерно 3-4 минуты. Пока наша мука обжаривается, в юшку можно поместить вермишель. Уже настало время. Готовиться ей осталось недолго. Хорошенько размешаем. Видите, дорогие друзья, мука обжарилась, стала такой светло-бежевой. Убавляем огонь до минимума. Вливаем сметану. Быстренько и тщательно перемешиваем. Долго жарить нам ее не надо. Главное, чтобы не образовались из муки комки. Вот такая у нас однородная пастообразная масса должна получиться. Отлично. Кстати, очень вкусно пахнет вот этот вот соус из муки. Не могу сказать, что он сейчас перекрывает запах юшки. Конечно же, нет. Но такой особый запах, очень классный. Сразу же Карпаты вспоминаются. Такой же соус готовят для грибов в сметане, кстати. Может, мы, если нам хватит после Нового года грибочков, покажем вам еще, как приготовить грибы в сметане. А хотя у нас есть замороженный польский гриб, а из сушеных можно будет сделать подливку. Это тема для отдельного видео. Хорошенько перемешали нашу сметану с мукой. Добились однородной пастообразной массы. И отправляем все это дело. Сейчас, чтобы нам легче было, мы добавим немножко бульона, потому что соус очень густой. Ага, его сложно будет оттуда выцарапывать. Полностью весь ушел. Туда мы чуть-чуть наши юшечки сюда добавим. Еще раз размешаем хорошо. Друзья, как же это божественно пахнет! Теперь нам будет легче выливать это все. Ну и, соответственно, размешивать. Отправляем наш соус в юшку. И опять-таки хорошенько все перемешиваем. На этом этапе до готовности у нас остается 10 минут. После того, как внесли соус, юшку надо посолить и поперчить. Солим по вкусу, дорогие друзья. Лучше посолить меньше. Она уже практически готова. Ее можно совершенно смело пробовать. Поэтому лучше посолить меньше, попробовать размешать. И, если надо, досолить. Также добавляем черный перец по желанию и по вкусу. Оставляем наш суп вариться на медленном огне в течение 10 минут. И после этого приступим к дегустации. Через 10 минут, дорогие друзья, наша юшка готова. Мы ее... Слюнки текут просто невероятно. Мы ее выложили на тарелочку. И сейчас я попробую и расскажу вам, какая она на вкус. Согласитесь, выглядит мега потрясающе. Наша грибная юшка готова. Выглядит она потрясающе. А запах просто издает шедевральный. Попробуем. Невероятный вкус. Немножко сладковатый. Белые грибы дают потрясающий аромат. И вот они очень классные, очень мягенькие получились. Как бы сами грибочки, они совершенно такие нежные-нежные. Просто потрясающе. Ну, собственно говоря, что я могу сказать? Юшку мы готовим не первый раз, поэтому даже не буду говорить, что она получилась. Она получилась просто великолепная. Пробуйте готовить по нашему рецепту. Сейчас я возьму рюмашечку хорошей очищенной самогоночки, и мы с Ларисой будем ужинать. А, собственно говоря, этот рецепт, дорогие друзья, для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы отвечаем абсолютно на все. Естественно, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну и ставьте пальцы вверх, если рецепт вам понравился. А мы, дорогие друзья, на этом рецепте прощаемся с вами. Вернее, говорим до свидания, до завтра, до следующего рецепта. Мы будем готовить для вас новые видео. Всего доброго. Пока.